В эфире программа «Законодатели». Вас приветствую я, Мария Владимирова, и в начале традиционно дайджест парламентских событий. Депутаты окружного парламента рассмотрели законопроект, представленный администрацией округа, который предусматривает внесение изменений в отдельные региональные законы. Поправки касаются перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти округа. С 1 января 2016 года округ будет исполнять полномочия по проектированию и строительству автомобильных дорог местного значения. Также со следующего года в округ переходит полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, задействию развития малого и среднего предпринимательства. Указанные поправки внесены по предложению администрации Заполярного района в целях централизации на уровне округа всех мер по поддержке предпринимательства и сельскохозяйственного производства. Депутаты рассмотрели проект федерального закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Основные изменения связаны с необходимостью внесения в действующий федеральный закон конкретных механизмов образования и функционирования территории традиционного природопользования, уточнения их правового статуса. В ходе обсуждения проекта было высказано ряд предложений. Одно из них – необходимость изучения мнения Ассоциации Нейнского народа и Савы о проекте. Также необходимо учесть мнение о законопроекте, уполномоченном по правам человека в Нейнском округе. По итогам обсуждения принято решение о необходимости всестороннего обсуждения проекта. Народные избранники обсудили реализацию окружного закона по обеспечению лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни дровами. В ходе длительной дискуссии депутаты приняли решение о необходимости пересмотреть действующий механизм оказания данной меры соцподдержки, в том числе с учетом опыта северных субъектов. Департаменту по региональной политике Нейнского округа следует привлечь к этой работе все заинтересованные стороны. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нейнского округа, представители СПК и семейно-родовых общин, полномоченному по правам человека в Нейнском округе. Депутаты приняли закон о специализированном государственном жилфонде Нейнского округа. Законопроектом предполагается дополнить действующий окружной закон статьей, который предусматривает предоставление жилых помещений в общежитиях молодым специалистам на селе. На получение такой меры социальной поддержки смогут рассчитывать граждане в возрасте до 30 лет, получившие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. В соответствии с законопроектом под эту категорию попадают лица, трудоустроившиеся впервые по полученной специальности в организации на территории сельских населенных пунктов, не относящиеся к организациям, финансируемые ему за счет средств окружного бюджета и государственным муниципальным монетарным предприятиям. Парламентарии ведут активную работу не только на местном уровне. Законодательные инициативы, внесенные депутатами, рассматриваются на высшем уровне. О том, как идет эта работа, сегодня мы поговорим с депутатом окружного собрания, депутатом Сергеем Конкиным. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что ж, Сергей Николаевич, как я уже сказала, сегодня мы нашу тему программ посвятим законодательным инициативам, потому что депутаты Невинского округа действительно активную работу ведут в этом направлении. Как даже отмечал сенатор собрания депутатов Евгений Георгиевич Алексеев, что, пожалуй, мы даже впереди Архангельской области идем по законодательным инициативам, внесенные в Государственную Думу. Расскажите, пожалуйста, как происходит этот процесс внесения законодательных инициатив? Что-то изменилось с давних времен, когда на самом деле депутатам даже, может, было бы не так интересно носить эти инициативы, потому что они просто-напросто в столе оставались? Ну, на самом деле, действительно изменилось. Вообще изменился, на мой взгляд, в Государственной Думе подход к инициативам, которые идут от регионов, от субъектов. Мы знаем о том, что создан Совет законодателей, куда входит председатель собрания депутатов Анатолий Васильевич Мяндин, есть президиум Совета законодателей, где все инициативы, которые идут от регионов, они рассматриваются непосредственно на Совете законодателей. Далее. У нас парламентская социация Северо-Запада России. Кстати, парламентская социация Северо-Запада России, она наиболее продвинутая по Российской Федерации. К нам даже приезжают в нашу ассоциацию, с других территорий России по обмену опытом. Мы, конечно, что-то берем, но все инициативы, мы стараемся, особенно такие проблемные, сложные инициативы, резонансные, которые действительно имеют значение не только для Ненецко-автономного округа, а для других территорий, мы выносим на парламентскую ассоциацию. И непосредственно уже при поддержке парламентской ассоциации мы выходим на Совет законодателей и на Государственную Думу. И вот эти изменения, они чувствуются. Особенно, когда присутствуешь на обсуждении наших инициатив на комитетах, на профильных комитетах в Государственной Думе. Это ощущается, хотя бы даже возьмите пример наш закон о Северном Ленинстве, который мы уже много-много лет пробиваем. Сейчас просто Государственная Дума, когда я вхожу в рабочую группу по этому проекту закона, и приняли решение не о Северном Ленинстве, поскольку мы с вами говорили, что другие территории как бы не понимают, что значит Северный Ленинство, давайте овцеводство, давайте овцеводство сделаем. И мы сейчас пошли по другому пути и находим поддержку в правительстве, Министерстве финансов о том, что нужно делать не о поленеводстве в Северном, а о поддержке коренных малочистых народов Сибири и Севера Дальнего Востока. И в этом направлении уже даже параллельно, вот мы работаем по этому проекту закона, а мы знаем о том, что уже Дмитрий Анатольевич сейчас правительство объявило по социальной поддержке, по социальным пенсиям уже коренным малочистым народам Севера. То есть чувствуется уже диалог, чувствуется диалог с депутатами Государственной Думы, и чувствуется, ну, к сожалению, не могу сказать, что с правительством вот так вот у нас контакты, там посложнее. Но об этом мы еще с вами поговорим, когда видим, будем осуждать наши инициативы. Ну вот, в общем-то, давайте уже перейдем тогда к конкретике. Какие законодательные инициативы собрания депутатов Ненинского округа внесло за последний год, либо за последнее время? Ну вот, по-моему, в этом году, да, достаточно много инициатив было внесено. Ну вот давайте хотя бы, ну, последняя наша инициатива, это... Давайте, да, такие нашумевшие, можно, да? Да, об образовании арбитражного суда Архангельской области на территории Ненинского автономного округа. Это внесение изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 93, часть 2, по-моему. Это о бюджетном кредитовании юридических лист по продуктам питания прежде всего. Это наша инициатива по субсидированию продажи бензина на территории наших поселений прежде всего. Ну, еще одна-две инициативы, которые не рассматривались, будут рассматриваться вот буквально сегодня, одна инициатива, и в последующем они будут рассматриваться. Вот эти три, которых я назвал, по крайней мере, они уже прошли первое чтение и прошли обсуждение на профильном комитете Государственной Думы. Ну вот, если говорить конкретно про присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненинском округе, судьба у этой инициативы положительная, суд такой будет, потому что все одобрено на высшем уровне. Как удалось добиться такого положительного результата? Ну, мы будем надеяться, что проект закона наш будет принят, по крайней мере, в первом чтении он принят единогласно в Госдуме. И, безусловно, ну, что тут есть логика жизни, которой, ну, трудно против нее пойти, тем же депутатам Государственной Думы. Хотя мы с вами говорили, что, к сожалению, депутаты Государственной Думы, нынче вот, когда там с ними общаешься, они вот несколько все-таки оторваны на территории, на мой взгляд. Как-то вот они не чувствуют жизнь, как люди живут на территории. Но это, кстати, пока далеко не ушли. Что может решить эту проблему? Свой депутат в Госдуме? Значит, нет, депутат в Госдуме у нас есть. Но он все равно представляет интересы, да, двух субъектов. Да, он представляет интересы двух субъектов. Это Архангельская область, Ненинский автономный новый. Кстати, выборы 16-го года, бот депутат непосредственно от Ненинского автономного округа, у нас один мандат, общий народный бот голосования. Надо, чтобы депутат просто территорию узнал. Что вот этот проект закона нам дает? К сожалению, вот субъекты экономических споров, наши предприниматели, индивидуальные предприниматели, они были вынуждены выезжать в Архангельскую область, сейчас вынуждены, на суда. Что это? Это затраты по времени, это материальные затраты, одна поездка, это порядка 50-100 тысяч рублей в Архангельск. Это время. Сегодня, когда арбитражный суд уже будет работать здесь, понятно, это доступность будет уже, правосудие на территорию округа, это будет удешевление для наших субъектов экономического спора, и безусловно, сомнений никаких нет, что в целом деловой климат, в том числе и в области предпринимательства, он улучшится. Вот и всё. Будем надеяться, что закон будет принят во втором окончательном чтении. Ну а вот касаемо поправок в бюджетный кодекс, какова судьба этой законодательной инициативы? Значит, что касается бюджетного кредитования юридических лиц, почему мы это делаем? Потому что у нас очень короткий период завоза продуктов питания, товаров на территории, на село. К сожалению, не все предприниматели, субъекты, которые завозят продукты питания, основные продукты питания, имеют оборотных средств, имеют финансирование для того, чтобы своевременно завести. У нас всего две-три недели, одна-две, когда большая вода на реках. Поэтому мы вышли инициативой дать возможность субъектам для районов крайнего севера, перераненных районам крайнего севера, возможность кредитования вот этих юридических лиц, чтобы они имели возможность заранее все эти проблемы решить. Что это даёт прежде всего? По крайней мере, когда они берут кредиты под 17% в банках, безусловно, они кредиты закладывают в цену продуктов питания. Это скажется на цене, безусловно. Это будет конкуренция появится, когда мы же можем предоставлять бюджетные кредиты и под 3, и под 2, и под 5, и под 1%. Тем более, мы всегда, когда работаем предпринимателем, мы всегда идём навстречу, и поддержка у нас определённая есть. Но что получилось? Чуть раньше внесла точно такой же проект закона, это Якутия-Саха, Государственная дума. Но они ограничились только одним перечень, это мука. Ну, якобы они даже объясняют тем, что они не были уверены, что если они расширят этот перечень, то он пройдёт. Этот проект закона пройдёт. Мы же больше, у нас порядка 18 в постановлении администрации округа товаров, видов, которые мы поддерживаем при доставке, субсидировании, да? Но мы хотели бы, чтобы туда вошли не только мука, а сахар, растительное масло, картофель, макароны и так далее. Поддержку мы получили. По крайней мере, по комитету по налогам, по налоговой политике, Макаров нас поддержал, что это действительно нужно. Но он предложил, значит, альтернативно рассматривать оба проекта закона, значит, принять за основу, так мы тоже здесь делаем, принимаем за основу мы закон Якутии-Саха, а между первым и вторым чтением мы вносим свои поправки. Мы такие уже поправки подготовили в этот закон. Будем надеяться, что они пройдут, хотя правительство дало отрицательное заключение. Почему? Потому что они мотивируют тем, что будет неконтролируемый рост на продукты питания, что, на мой взгляд, не обосновано. Ну, с правительством я уже подчеркнул, тут немного посложнее. Почему-то мы сталкиваемся с тем, что у правительства подчас идут очень формальные заключения на наши проекты законов. Настолько формальные, что создаётся ощущение, что, вот я говорю, что они не чувствуют, как люди живут на территории. Особенности регионов. Вообще. Иногда читаешь заключение правительства, ну, отсутствие всякого присутствия, как говорится. И вот здесь мы с Макаром общались, говорили, он говорит, что мы попытаемся, Госдума может принять и проект закона, и с отрицательным заключением правительства. Как он сказал, что мы попытаемся убедить правительство в правоте вашей законодательной инициативы. Будем надеяться, что между первым и вторым чтением наш проект закона пройдёт. Он не так важен. Чей он будет, важен результат. Как помните, у нас прошла инициатива по реформе ЖКХ, по ремонту, по капитальному ремонту, когда мы в основании. Мы вносили инициативу, у нас её отклонили. Потом ту же самую инициативу внесли кто-то с Дальнего Востока, когда Владимир Владимирович там побывал, ему задали вопрос на встречу. Я говорю, Владимир Владимирович, а почему мы действительно деньги выделяем, а мы не можем основание у дома ремонтировать, а только фасады? Он говорит, да действительно, почему? Разберитесь. Ту же инициативу внес тот комитет, который там меня на этом комитете, там они по полной программе, я вообще не знал, куда деваться, доказывал, что это необходимо. На Госдуме я говорю, что, ребята, вы выйдите за кольцо, за МКАД, посмотрите, как Россия-то живёт, дома-то на Баку. Нужно основание прежде ремонтировать, а потом уже фасад красить. А мы не имели права. Тот же комитет стал убеждать меня, что и надо её принимать. Я говорю, нас-то не надо убеждать, надо принимать её. То есть вот будем надеяться, что эта инициатива пройдёт. Сложнее по бензину. Мы знаем о том, что у нас, как правило, время очень быстро летит. Дело в том, что... Почему она необходима? В 2012 году, да, в 2012 году бензин на селе стоил 28 рублей. В 2013 году 30 рублей. Это я про 92-й говорю. В 2014 год уже 34. Значит, в 2014 году мы субсидировали наши поселения, и жители имели право приобретать бензин там по одной, по две бочки, сейчас детали не знаю. Для того, чтобы поддержать. Мы же знаем, что на селе это люди живут за счёт дикоросов. Ну, на весло, что ли, переходить. Но, к сожалению, в 2014 году, в 2015 году, значит, мы не смогли это сделать, поскольку бюджетный кодекс нам не позволил это. На акцизные товары мы не имеем права субсидировать акцизные товары. Значит, мы посмотрели весь механизм, район посмотрел. Здесь у нас юристы смотрели. К сожалению, не нашли какого-то механизма, чтобы поддержать профинансирование. Есть только один путь внести изменения в закон, бюджетный кодекс с тем, что мы имели право субсидировать акцизные товары для районов крайнего и северо-приравненных местностей. Но сегодня на селе бензин уже под 80 рублей залит. Ну, представляете, что это такое? Это абсолютно не под силу. Ладно, Запад, кто поближе, Пеша, они ещё в Мизин ездят и доставляют. Там покупают бензин. А остальные территории округа. Поэтому, ну и вот тут как раз нет опять понимания правительства. Кроме этого, нам как в качестве такой вот причины говорят о том, что у нас нет понимания сегодня, что такое отдалённая территория, что такое труднодоступная территория, нет понимания на уровне федерального законодательства. Это опять вызовет рост бензина, наоборот, и прочее, когда вы будете субсидировать. Но самое неприятное то, что нас не пригласили на обсуждение. Ну, какие-то то ли технические сбои, то ли это было, не знаю почему, сделано на факту, что мы уже стали свидетелями, когда состоялось заседание профильного комитета. Потому что обычно на комитетах, вот мы последний раз были Евгением Георгиевичем, он очень активно, кстати, весомо, аргументы такие, пытаемся доказать, убедить депутата Государственной Думы, профильного комитета о необходимости принятия данного проекта закона. И довольно жаркие такие бывают споры, разговоры, пытаясь убедить, ну, приземлить немножко, что на самом-то деле. Когда 80 рублей бензин, когда им приводишь такие факты, вот смотря друг другу в глаза, немножко по-другому всё это решается. Здесь приняли, как бы вот так вот, комитет, по крайней мере, комитет рекомендовал эту инициативу отклонить. Сейчас мы по-новой вернёмся, мы уже проговорили нашим сенаторам, снова бом к этой инициативе возвращаться, потому что она жизненно необходима. Конечно. Она действительно необходима. Вот это три инициативы, которые вот сейчас, которые находятся в обороте, в обсуждении в Государственной Доме. То есть, позицию правительства вы намереваетесь всё-таки как-то оспаривать, убеждать в том, что нужно менять? Конечно. Но под лежащий камень вода не течёт. В любом случае нужно добиваться, нужно эту проблему решать. Каким образом? Будем думать. Значит, будем какие-то варианты предлагать на уровне Государственной Думы. Потому что нашего механизма здесь, на уровне низкоавтономного округа, субъектового законодательства, практически мы все исчерпали. Ну что ж, я думаю, что удастся всё-таки продавить. Главное – настойчивость, главное – желание это сделать. Сергей Николаевич, хочу сейчас перейти к другой теме, которая тоже очень важна. 15 октября прошло заседание Высшего генсовета партии. Состоялось в Москве, вы там принимали участие. Расскажите, пожалуйста, чему было посвящено и какие основные итоги этого заседания. Значит, состоялось совместное заседание Высшего генерального совета. Выступал на совещании Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства, лидер партии. Ну, прежде всего, мы подвели итоги 2014 года, выборной кампании очень 2014 года. Было отмечено, что в целом по России, Единая Россия набрала более 76%. Может, это выборы в истории государства, наверное, по масштабности взяли первое место, лидировали. Насколько депутатов пошло во все уровни власти, сколько губернаторов избиралось. По Ненецкому автономному округу вы знаете о том, что все наши кандидаты от партии Единая Россия, все на 100% прошли везде. Но наметили задачи, и разговор пошел уже о выборах в Государственный Дум. Почему? Понятно, что сегодня ситуация в целом непростая, в стране непростая, в мире непростая. И есть такие ожидания, что в целом Государственная Дума обновится очень серьезно. Очень серьезно обновится Государственная Дума. Было много сказано, ну, как минусы основные, наверное, это партийная дисциплина. Кстати, она у нас хромала на этих выборах. Когда ряд кандидатов, наши партийцы, значит, пошли на выборы, несмотря на то, что был праймерис, предварительное голосование проведено, кто-то победил на предварительном голосовании, и Дмитрий Анатольевич об этом много говорил. К сожалению, сегодня некоторые у нас партийцы ставят свои интересы выше, чем интересы государственные. Это действительно так. И мы думаем, что на выборах в Государственную Думу вот этого быть не должно. Если ты думаешь о себе, о своем личном, значит, ты вот давай иди на праймерис, побеждай, и тогда иди, когда ты честно работаешь. А когда ты сам идешь по бреки там четной никуда, ничего не заявился, не соблюдая дисциплины, ни одна партия в мире, ни одна без дисциплины не существует. Поэтому об этом много говорили, но и наметили первоочередные планы, и было однозначно решение, мы приняли положение проведения такого предварительного голосования кандидата, когда будем выбирать Госдуму. Значит, никаких выборных кандидатов в списках договорных, никаких списков договорных нынче не будет. А как будет тогда? Значит, жители округа сами должны определить, вот прийти на выборный участок, и мы определим, сколько должно быть на так, чтобы они представляли интересы округа. Условно говоря, 20% от всех избирательных комиссий. И они должны сами назвать кандидата. Есть желающие, пожалуйста, выходи. Но будут предложены кандидаты Ливане? У нас могут предлагать общественные организации, можно идти с самовыдвижением. Но это по-нашему, это не внутрипартийное уже получается голосование, это получается народное голосование. Вот кого люди назовут, кого они увидят достойным кандидатом, чтобы представлять интересы, тот и должен идти. Вот тут должна дисциплина сработать. Проиграл, уходи. Те, кто пошел, идет вперед дальше. Причем очень жесткие требования, никаких зарубежных активов, никакого бизнеса за рубежом, никакого двойного гражданства, только гражданин России. В правовом, моральном плане должен быть чистым. Все эти судимости, все. То есть жесткие очень будут требования при отборе кандидата в Государственную Думу. Вот это положение мы обсудили, и у нас будет съезд в феврале месяц, мы его примем, и будем готовиться непосредственно к выборам Государственной Думы. А, кстати, как будет формироваться состав Госдумы? Только по партийным спискам? Либо... Значит, я уже сказал, что у нас по партийным спискам идет от Архангельской области, мы территориально входим в Архангельскую область, там будут, по-моему, два кандидата от Архангельской области, и у нас будет одномандатник от Нинецкого автономного округа, как субъект Российской Федерации, у нас будет один мандат в Государственную Думу от Нинецкого автономного округа. Ну, а когда на территории Нинецкого округа будут проходить предварительные голосования, это следующий год? Это следующий год, мы планируем это на май месяц, в мае мы проведем предварительное голосование, определяемся с кандидатурой, докладываем в федеральный центр, докладываем мы в партию, а уже в июне будет второй этап съезда общероссийского, и уже на съезде будут определены те кандидаты, которые пойдут в Госдуму. Сергей Николаевич, давайте перейдем еще к одной теме, которая тоже делалась, вернее, не делалась, реализовывался этот проект тоже при поддержке партии, непосредственно визит в Нинецкий округ летчика-космонавта Александра Лазуткина. Мы тоже очень много рассказывали в своих информационных выпусках о его визите. Расскажите подробнее о целях и задачах, которые преследовались, организовывая это мероприятие здесь. Значит, какова главная цель? Вот Александр Иванович, кстати, он в космосе пробыл около полугода, один из самых сложных полетов в истории космонавтики в России, поскольку там было три нестандартных ситуации, пожар, разгромитизация. Вот, мы провели очень много встреч, инициатором у нас выступили, это Ольга Сергеевна Паховна, заместитель директора четвертой школы, и Александр Иванович взвалил на свои плечи создание такого космического класса, планета Икс, которая позволит вот нашим школьникам заниматься очень углубленно знаниями, которые требуются вот для полета в космос. Причем знания это сегодня, кстати, ведь астрономию даже у нас не передают, я вот удивился, когда в школе был с учителями, астрономию у нас перестали преподавать в школе, а сегодня знания нужны в самых различных областях. Вот я видел, как у ребят горят глаза, когда Александр Иванович рассказывал, расправляются от плечики у них, и вот я удивился, было для меня таким открытием, что когда мы встречались с ветеранами и встречались с учениками пятых классов, вопросы задают одни и те же. И причем такого глубокого философского смысла задают школьники. Там даже где-то больше такой философии иногда было о добре и зле, о любви и ненависти, о жизни и смерти. Когда ведь человек, вот он был вот этой экстремальной ситуацией пожара, вот человек открывается, проявляет себя вот на грани вот этой, на черте смерти и жизни. И вот когда ребята задают вот эти вопросы такие настолько глубокие, вот я думаю, что вот то зернышко, которое Александр Иванович заложил вот в этих детишек, встречаясь с ними, оно взрастет таким разноцветием, еще неизвестно, как и где оно аухнется в хорошем смысле этого слова. И я думаю, что многие ребята вот после этих встреч, они вот не будут мечтать нарастать крупным бизнесменом, хотя тоже неплохо и хорошо, нынче особенно это нужно. А многие пойдут в космонавтику. Вот, наверное, вот этот проект, если заработает, мы одни из первых по России, мы одни из первых, он нашел время, выходные дни только, правда, приехать в округ, вот эту работу провернуть, и он убедился, когда улетел в том, что этот проект мы здесь можем осилить. Мы его осилим при поддержке партии. Я понимаю, что будут критиковать, сейчас надо пять, что пять там мы там это самое, тут начинаем говорить, что там нет. Нет, самое главное, вот если это получится, вот у ребят наших появятся огромные возможности, чтобы вот окунуться в этот мир, этот мир, познать его. А там ведь мы чем больше познаём, тем больше у нас вопросов возникает, начиная с возникновения человека. У Дарвина железная логика, что это обезьяна. Нынче уже всё по-другому. Начинаем говорить. Вопросов больше, чем ответов. Я удивился, насколько ребята задают такие вопросы, я просто иногда сам думаю, ответил бы или нет. Удивительно просто. Вот сам он тоже говорил на пресс-конференции о том, какой бы вопрос ему хотелось, чтобы задали, как поменялось его мировоззрение после полёта в космос. Я, когда это услышала, тоже задумалась. Действительно, что меняется в сознании человека, когда он побывал, а мало того, что в космосе, да ещё в таких нештатных ситуациях. Вот, кстати, что он ответил на этот вопрос? Я, к сожалению. Действительно, человек, я говорю, меняется, когда он на грани жизни и смерти, в человек очень многое меняется. А когда побывал в космосе, он говорит, вот мне бы хотелось, чтобы такие вопросы задавали. Вот он что сказал? Что вот хорошо бы, говорит, всех президентов бы, всех стран на Земле, на этом шарике, когда смотришь с высока, вот туда, на станции, чтобы они посмотрели, кто, чего, где и как, насколько мы там маленькие. И начинаешь мыслить, говорит, ему становится, ну, как бы тесно на Земле, когда уже он смотрит с космоса на наш земной шар, какие мы маленькие. Вот это, ну, он там, говорит, там, незинственным закрыть там нашу Москву, Москву, Московскую область. А вот когда оттуда смотришь, по-иному воспринимается вот это всё. Ну, достаточно интересно. Даже нам было полезно вот с ним пообщаться и поговорить, да. Вот мы с вами сейчас немножко юморим, а вот какой главный итог и визита Александра Лазуткина в Ненецкий округ, на ваш взгляд? Ну, вот, на мой взгляд, наверное, самое главное, я на пресс-конференции об этом говорил, что многие ребята вот после этих встреч, они скажут, что я горжусь, что родился в России. Я горжусь, что родился в России. Вот я приведу пример. Мы совсем недавно встречались с молодёжью. Одна девчонка, Оля зовут. А где встреча была здесь? Значит, встреча была в Москве. Встреча была в Москве. Она уехала в Австрию. Круглый стол у нас, проблемы молодёжи. Обсуждали меня как ещё... Почему-то пригласили как сенатора, значит. Когда я уже экс-сенатор, говорю, Сергей Николаевич, вы депутат, приходите, значит. Значит, что она говорит? Она заявила, что мне стыдно, что я русская. Живёт в Австрии. Рядом сидит у меня коллега, говорит, Сергей Николаевич, вот я её знаю. У неё, говорит, дед офицер, отец офицер, 18 лет уехала туда, в Австрию. Значит, вот у неё вопросы были. Как бы пристройку к дому сделать там, значит, как бы яхточку прикупить, ещё что-то вот так вот, да? Мы много говорили на эту тему, да? И я там вот... Потом мы к ней сошли в сторонку. Я говорю, Оленька, ты не переживай. И не стыдись, что ты русская. Ты ведь русская-то, может быть, никогда и не была. Ты никогда и не была русской. Я, например, горжусь, что я родился в стране Александра Невского и Суворова, Минина и Пожарского, Чехова и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, Юрия Гагарина и Лазуткина, кстати, Александра Ивановна. Все теми нашими вот ветеранами, да? Которые как только мир припечёт где-то что-то, да? Ой-ой-ой, мы без России-то, оказывается, не можем. Меркель говорит, мы без России никак тут не справимся. Значит, сенат, американский гадинс сенатор говорит, что это самое, мы же, как он назвал, бензоколонкой Россию. Оказывается, эта бензоколонка умеет летать. Она не только умеет летать, она ещё может наносить такие удары, что они вздрогнули все. Без России-то никуда, оказывается, нельзя. Я говорю, вот Тавис, твои сверстники, Оля, сейчас вот в Сирии, да, вот освобождают в очередной раз от чумы мир. А ты какие вопросы задавал, какие у тебя проблемы? Я говорю, ты гордись своим дедом и отцом гордись. Ей хоть стыдно стало? Значит, ей было очень неудобно, очень неудобно, это было заметно. Не знаю, может быть, дошло, может быть, нет, но стыдно ей было. Гордись своим дедом и отцом. Вот так вот. Сергей Николаевич... Самое-то и то главное, что вот многие ребятки, я думаю, что они стали мыслить именно так. На этой позитивной ноте, такое вот даже, как вы сказали, какое-то зерно посажено, что взрастёт из него, мы увидим спустя некоторое время. В общем-то, наверное, это изречение касается и подойдёт ко всем тем темам, которые мы с вами сегодня обсудили. Я вас благодарю за участие в программе «Законодатели». Желаю успехов и приглашаю ещё раз к нам в студию. Напоминаю, что это была программа «Законодатели». Всего доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова